Да, ну непосредственно мы видим попытку уничтожить гнездовую колонию озерной чайки, которая здесь существует уже много лет, даже десятилетия. Я много лет за ней наблюдаю. В данный момент мы видим, что чайка приступила к гнездованию, строит гнезда. Многие птицы уже построили гнезда. Так что следующий этап – это кладка, насиживание яиц и вылупление птенцов, соответственно. Поэтому данное мероприятие действительно угрожает исчезновению этой уникальной колонии. Уникальность этой колонии заключается также и в том, что здесь гнездится краснокнижный вид. Красная книга Тверской области – это дроздовидная камышовка. Тут минимум 2-3 пары. И также я хочу сказать, что на этой колонии встречаются чайки, которые были окольцованы в Западной Европе. И эти птицы прилетают к нам на гнездование, соответственно, весной, в конце марта-начале апреля. И приступает к гнездованию. С иностранными коллегами, которые окольцевали этих птиц, мы сотрудничаем, сообщаем им данные, какие окольцованные ими птицы прилетели на колонию. Соответственно, мы узнаем пути миграции, возраст птиц, координаты передаем и так далее. Мы, как Русское общество сохранения и изучения птиц, РАСИП, мы просим сохранить это место и создать на нем природный орнитологический парк, который бы привлекал сюда жителей, детей, организовать таблички, повесить, какие птицы обитают здесь. Здесь бобр живет, андатра. Какие растения можно увидеть постепенно, но не уничтожая это. Хочу сказать, что эти чайки, которые вернулись нам в Западную Европу, которые там зимуют, они каждый год возвращаются в родную колонию. И, соответственно, мы ведем учет, я фотографирую, посылаю данные зарубежным коллегам. Вот поэтому важность сохранения этой уникальной, уникальной колонии в центре города, потому что в других местах, в других местах Тверской области, где я бывал со своими наблюдениями, я хочу сказать, что нету такого количества возврата окольцованных чаек. Очень важность сохранить эту колонию. Сейчас чайки уже многие построили гнезда, некоторые строят. И ситуация действительно... Чайки могут просто покинуть колонию и сюда не вернуться. А сколько много примеров, когда даже в той же Московской области, когда чайки были подобные вещи, колонию уничтожали, потом заново пытались восстановить. Это уже нужны долгие годы. Это долгие годы, чтобы восстановить колонии. Продолжение следует...